Получить консультацию терапевта, кардиолога, хирурга и окулиста, а также сдать кровь на сахар и холестерин, жители Богушевки смогли не выезжая из села. Медики приехали к ним сами на специальном автобусе «Здоровье». Здесь же можно было и получить консультацию представителей пенсионного фонда и соцзащиты. Пока взрослые решали свои проблемы, детей развлекали аниматоры, играми и танцами. Не смогли не заглянуть в гости участники акции и к единственному в селе, оставшемуся в живых, ветерану Великой Отечественной войны Мартирусу Тарасяну 92. В своем небольшом деревянном домике пенсионер живет вместе с дочерью и внучкой. Специалисты соцзащиты предложили семье узнать, на какие социальные льготы они могут претендовать. А вы знаете, что вам положена компенсация за дрова ежегодная? Нам ничего, я такого ничего не знаю. Оказалось, что дом и земельный участок, где живет семья, не оформлены в собственность. Поэтому на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий они не состоят. Тогда пенсионеру предложили переехать в социальное жилье на Мацесте, но он наотрез отказался. Там дочка у меня, туда пойду, здесь я хорохуру что-нибудь делал, оставить, уходить это нехорошо. Если бы были немножко хорошие, здоровье, если бы позволял, деба другой. А сейчас я пойду там, буду сидеть там, в квартире, что не могу я там. Я привык в селах жить. Тогда ветерану пообещали попробовать помочь улучшить то жилье, которое у него есть. Но предупредили, это будет непросто, поскольку для начала нужно оформить недвижимость в собственность. Немало вопросов задали представители администрации района и другие жители Богушевки. В небольшом горном селе живет менее 500 человек. За медицинскими услугами им приходится ездить в поликлинику на бытхи, а это не всегда удается пожилым селянам. Вопрос пообещали решить в 2016 году. Уже запланировано выделение средств на строительство в селе офиса врача общей практики. Еще одна проблема погушевки – отсутствие клуба. Ветхое здание разрушилось в 2008 году. Сейчас специалисты администрации подыскивают подходящий участок для строительства нового клуба. Ждут своего решения и коммунальные проблемы села. Здесь до сих пор нет ни вода, ни газоснабжения. Газоснабжение уже ведется. Остается последний этап для того, чтобы завершить. Ну, опять же, небольшая проблема финансирования. Но, я думаю, этот вопрос мы проработаем и решим в ближайшее время. С водоснабжением, конечно, немножечко похуже, но, тем не менее, работа ведется. Сейчас сводится общая схема водоснабжения и водоотведения. Сейчас на городском уровне, да, потом будет приниматься программа. И в дальнейшем, я думаю, все села будут обеспечены водой. Что касается газификации села, трубу обещают дотянуть до Богушевки уже в начале 2016 года. И жители не сомневаются, что Богушевка совсем скоро заживет полноценной жизнью со всеми благами цивилизации. Галина Захарова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.